В Петропавловск-Камчатске из Москвы 9 часов на самолете, но если отмотать 100 лет назад, путь сюда занимал не часы, а месяцы. И необъятные просторы России начинаешь воспринимать иначе. Первое, что бросается в глаза, вокруг столицы Камчатки много вулканов. Они в сочетании с многоэтажками визитная карточка города. Вот, к примеру, Авачинский. Три десятилетия назад извергался так, что потоки лавы были видны из окон городских домов. И вроде жить рядом – это как на пороховой бочке, но нет. Старожилы гордятся своими домашними огненными вершинами и совсем их не боятся. Вы знаете, я доверяю нашим вулканологам. Они нам говорят, что в ближайшее время нам ничего не грозит. И сама локация этих вулканов, она такая, и город так стратегически построен, что даже если этот вулкан рванет, то лавы и потоки, они до нас не дойдут. И хотя здесь извержение вулканов – вещи обыденные, 9 лет назад, к примеру, проснулись сразу 4, но город лавой не заливало ни разу за последние почти три века. А появился он 17 октября 1740 года как стоянка русских моряков. Штурман Иван Елагин, основатель Петропавловска, по поручению руководителя второй камчатской экспедиции Витуса Беринга, построил на берегу Авачинской бухты избы для мореплавателей. И туда уже спустя несколько десятилетий на постой стали заходить иностранные экспедиции. Первыми хотели остановиться англичане во главе с Джеймсом Куком, но они задержались. Его намерение зазимовать в Петропавловской гавани весьма сомнительно, поскольку там ничего нет, и зима достаточно суровая, много снега, и не разживешься необходимыми продуктами питания и так далее. Что и обрекло несчастного отправиться обратно на открытые им же гавайские ли сэндвичи, вы тогда называли острова, где он и нашел, увы, свою погибель. Спустя несколько лет после гибели Кука в 1787 году Петропавловскую гавань посетили фрегаты французской кругосветной экспедиции под командованием Жана Франсуа де Лаперуза. Они не разглядели полосу воды между Сахалином и материковой частью Российской империи, зато открыли пролив между тем же Сахалином и Японией. И вот его-то и назвали в честь французского путешественника. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого перешка далекого пролива Лаперуза. Европейцы так и считали бы Сахалин полуостровом, но корабли Геннадия Невельского прошли морем между островом и материком. Произошло это в 1849 году. Сделал он это самовольно, и его даже хотели разжаловать в матросы, но в итоге наградили. Повезло. А вот англичанам и французам, которые спустя несколько лет пришли в Петропавловск как завоеватели, не повезло совсем. Во время Крымской войны они попытались захватить город. В 1854 году европейские парусники и пароход вошли в Авачинскую бухту. Русский гарнизон – это команда 47-го флотского экипажа, писари, казаки и денщики. Ворогов втрое больше, но это никого не испугало. Это невероятный героизм, который даже сами нападающие не могли не отметить. Например, газета «Гардиан», она писала впоследствии о лейтенанте Гаврилове, который был часовым на батарее, и писали о том, что в него непосредственно было произведено 60 выстрелов, и он продолжал себя вести так же спокойно, как будто бы по нему не было сделано ни одного удара. И он действительно был ранен, он был ранен дважды, но он не покинул свой пост. Захватчики высадили десант, штурмовали позиции русских войск, аз кораблей, и британцы и французы обстреливали город. Но русские канониры с берега дали врагам отпор. В итоге десант разгромили, и британцы в панике бежали на свои корабли. Потом суда ушли из бухты, не солоно хлебавши. А за ратные подвиги Петропавлов стал городом воинской славы. Он развивался и рос. Все, что возвел коллектив ДСК, показать в одном сюжете невозможно. Просто предлагаем вам вот эту панораму нового микрорайона, зазеркального. В наши дни в городе проживают почти 200 тысяч жителей. Конечно, не мегаполис, но со всей страны сюда едут посмотреть на невероятные красоты природы и половить рыбу. Любителем закинуть удочку с раннего детства был и Алексей Мигуш. Первый раз он увидел океан в 4 года и влюбился в эту стихию. Когда вырос, стал рыбаком-профессионалом. Его команда добывает лосося. Выходят и идут до места лова от 2 часов до 3 дней. Заводят трал вот так петлей и потом вытягивают с рыбой. Домой возвращаются только с полными трюмами. Но для этого нужно соблюсти приметы. У всех камчатских рыбаков основная примета – это при выходе из ворот, все знают, три брата наши камчатские, и выкидывать вся мелочь, которая в карманах собирается, денежная, всю ее выкидываем на три брата. Я даже один раз ключи от старой квартиры выкинул, ну и получилось заработать на новые. Полакомиться лососем любят не только люди. Для них он часто дорог, а вот медведи берут его бесплатно. Этот памятник не случайно именно в Петропавловске. Мишки частенько заходят на огонек. Их привлекают ароматы шашлыка и свежей выпечки. Во-первых, численность медведя, кто бы как ни говорил, у нас очень большая. Во-вторых, наш город окружен лесополосой, и доступ медведя из-за большого количества. Крупные самцы выгоняют, допустим, мелких животных, и они идут уже искать себе новые территории. Плюс запахи. Очень много у нас всевозможных запахов, да. У нас развелось много перерабатывающих рыбной продукции. Медведь слышит запах, ощущает его в районе трех километров. Ветер подул, к примеру, в сторону Халатырского пляжа. Там гулял медведь. Он по запаху уже придет в город. В наши дни город стартовая точка для туров в долину гейзеров, для выездов на рыбалку и охоту. Но, однако, интересен он и сам по себе. Когда заходят разговоры о камчатских деликатесах, в первую очередь вспоминаются икра, крабы, красная рыба и морепродукты. Все это, конечно, можно купить и в магазинах, но лучше отправиться на рыбный рынок. Петропавловск-Камчатский – это город с историей в окружении первозданной природы. Именно отдаленность от центров цивилизации покоряет любителей отдыха в родной стране. Сюда непременно хочется вернуться. Редактор субтитров А.Семкин